Книгу по доказательству теоремы Ферма я взял за основу математическую книгу. Затем этот шаблон математической книги был использован для создания медиации в социальной сфере, которую вы видите здесь. Так вот, здесь посмотрите, что на этом слайде у нас размещено. У нас имеется слева перечисление страниц в HTML формате, начиная со странички title и заканчивая references, ссылки. Здесь имеются реквизиты, которые обычно указываются в любой книге. Это справа. Как вы видите, можно сочетать изображение книги как есть и код параллельно. В последней версии, если я не ошибаюсь, Марина Юрьевна, мне не удалось установить под Windows последнюю версию CGL, а вам, наверное, удалось поработать с последней версией. Но под Windows я устанавливал. Да, и она у меня обновилась даже. Даже обновилась. Мне показалось, что там менее наглядно происходит работа с переключением из режима код, обозреть страничку. Или, может быть, я ошибаюсь. Ну, одним словом, так или иначе, эти режимы... Может быть, там панель надо настроить. Может быть, панель надо настроить. Да, я использую предпоследнюю версию для иллюстрации. Давайте двигаться дальше. После того, как открыта вот эта книга, я подчеркиваю, не надо бояться основ HTML. Здесь вы видите как раз заголовок «Титульная страничка книги». Есть специальные тематические формы, посвященные вопросу создания титульной странички книги электронной, потому что она позволяет эту книгу продвигать. Какие должны быть изложены? Идеи, концепции. Но в целом титульную страничку можно подготовить в других редакторах, связанных с графикой. В какой-то степени можно даже в вордовском формате подготовить либо офис, ну, с использованием фотографий, полутонов, того, что вы пожелаете. После того, как титульная страничка будет создана, не забудьте ее сжать. Об этом вопросе, от сжатия картинок, мы еще с вами поговорим дополнительно. Потому что для электронных книг очень критичен размер книги. Желательно его делать как можно меньше. Итак, слева вы видите на слайде HTML-код, который ссылается на иллюстрации. Сама же иллюстрация размещена в папку Images. Текст сгруппирован на главы. Здесь важно помнить, что можно эти главы копировать с помощью правой кнопочки мыши. Можно переставлять местами, когда вам приходит в голову идея, что, пожалуй, следует изменить порядок. Вы знаете, это очень удобно. При редактировании научной литературы вы смотрите, как ваша мысль развивается. Если приходите к выводу, что надо изменить компоновку глав, это делается путем простых манипуляций мышки. Вот с этими страничками, которые легко перетаскиваются. Обратная ситуация. Предположим, какую-то главу вы решили разрезать пополам. Здесь тоже есть такая операция. По правой кнопочке мыши вы даете на это добро. И создается глава, начиная с места разреза, подобно тому, как вы режете ленту на две части. При этом переносится все атрибуты, связанные с заголовком, форматированием, на новую главу. Это очень удобно, быстро получается. По умолчанию система дает неудобно читаемое наименование этой главы, но его можно переименовать. Главы должны быть названы только в латинице. Важно об этом помнить. Такое ограничение у программы существует.